Есть такая программа поддержки местных инициатив, по которой государство выделяет городским округам до 1 миллиона рублей на реализацию проекта. Это может быть благоустройство любой муниципальной территории, покупка техники или ремонт дороги. Словом, практически любая инициатива, которая пойдет на пользу населенному пункту. Однако, чтобы проект реализовать, необходимо победить в конкурсе и проголосовать за него, что называется, рублем. То есть вложить и собственные средства. Эта программа «Шагая по стране» наконец дошла и до городского округа Кумертау в лице консультантов Всемирного банка. Программа поддержки местных инициатив – это конкурсная история. И поэтому здесь очень важно, сколько ты еще баллов наберешь. И каждое действие, оно оценивается в тех или иных баллах. Жители дома номер 29А по улице Энергетиков стали одними из первых, кому рассказали об этой программе. На общем собрании жильцов озвучили, что для участия в конкурсе, во-первых, необходимо определиться с проектом, во-вторых, с объемом средств, которые они готовы потратить, от 5 до 20%. Ну и в-третьих, выбрать инициативную группу, которая будет организовывать и контролировать весь процесс вплоть до приема работы в случае победы в конкурсе. Вы первые, так что всегда очень тяжело начинать, непонятно, боязно. Но мы поблагодарим Мину Мирону, что она лично сегодня с нашим городом начала работать, потому что кто кроме нее так все бы нам профессионально рассказал. Потому что нам, честно говоря, не всегда верится во что-то хорошее, везде сомнения есть, тем более, что речь идет о деньгах. Но мы сегодня поняли возможность, я думаю, что ваш пример поддержит другие ТСЖ. От членов ТСЖ по улице Энергетиков 29А звучали и предложения по благоустройству придомовой территории. Однако программа поддержки местных инициатив распространяется только на муниципальные земли. После коллективного обсуждения было решено в программе все же участвовать и попробовать благоустроить площадку в парке коммунальников. Предполагается, что проект будет включать и обустройство пешеходных дорожек, ведущих к парку. Двор для нас маленький, детям. Нужно место для катания коляски, где по дорогам не покатаешь. Нужно выйти в парк, чтобы все было облагорожено и маленьким, и взрослым детям, чтобы было чем заняться. И развлекательно, и чтобы деревья какие-то были, тенечек, свежий воздух все-таки. Ну, то есть считаем, что да, именно в нашем районе, в Восточном, такого места нет. То есть в тот парк ходить далеко, а здесь, чтобы у нас что-то было рядышком, под боком, где можно погулять с детьми, отдохнуть самим. Это необходимо, мы считаем. Как думаете, получится реализовать вот эту инициативу? Надеемся, что да. Надежда умирает последней. Начало есть для маленьких. Мы хотели еще, чтобы поставили спортивный инвентарь, спортплощадки, волейбольные, баскетбольные площадки для детей постарше. Также могут туда и взрослым выйти, поиграть. То есть это быт всех жителей микрорайона Восточный. Для этого мы собрались, чтобы нам помогли в этом деле, поддержали. Основную финансовую нагрузку по поддержке проектов в рамках программы берет на себя государство. Однако и муниципалитету, и горожанам тоже необходимо вложить средства от 5 до 20% по договоренности. К слову, поддержать начинание жильцов дома номер 29А по улице энергетиков могут все горожане. Это может быть как денежный, так и не финансовый вклад, например, предоставление оборудования или транспорта, организация субботника и прочее. Все это в конечном итоге увеличивает шансы на победу в конкурсе. Мы сейчас посмотрели по документам, мы сделали уже протокольные записи, и по ним видно, что у вас очень высокие шансы по нескольким параметрам. Хочу сказать, что это собрание подготовлено хорошо, что у него очень высокие шансы на победу. Я очень надеюсь, что вы победите. Еще одно подобное собрание параллельно прошло в селе Ира. Члены территориального объединения села также приняли решение участвовать в программе поддержки местных инициатив. Предлагали сделать внутренний ремонт детского сада, расширить территорию кладбища или создать многофункциональную спортивную площадку. Большинством голосов остановились на площадке. Решили модернизировать школьную или организовать новую на территории, прилегающей к многоквартирному дому. Думаем о будущем, о наших детях, потому что действительно в селе детям негде собираться. Нет центра, где бы они могли проводить время, играть вместе, общаться. Есть единственное место – это школьная спортивная площадка. Вот туда ходят дети, но она не рассчитана на младший возраст, дошкольный. А эту площадку мы планируем все-таки и для мам с колясочками, чтобы они гуляли. Лавочки будут стоять, и для бабушек могли собираться, посидеть где-то, пообщаться. И в то же время и дети поиграть в песочнице, покататься на горке. И подростковый возраст там тоже предусмотрен. Более того, инициативная группа рассматривает вариант установки сцены на многофункциональной площадке. Дело в том, что в селе Ира нет клуба, то есть жителям фактически негде собраться или провести массовое мероприятие. Собственных же средств решено вложить 20% для того, чтобы повысить шансы на победу в конкурсе. Тема вообще проходная, то есть она всегда заслуживает внимания большого. Дети – это наше будущее, вот как это, я не хочу здесь пафосно выражаться, но так ведь оно и есть. И я вообще, когда вот закрывали собрание, я просто сказала, говорю, вы ведь не площадку вы выбрали на самом деле, вы выбрали ваших детей. Вы выбрали все будущее вашего села, вы выбрали в конце концов даже свою старость. Вы сегодня показываете вашим детям пример того, как надо заботиться, как надо самим проявлять инициативу и реализовывать эту инициативу, осуществлять то, что вы задумали. Победа предложенных проектов теперь во многом зависит от активности инициативных групп и самих жителей городского округа, отмечают консультанты. Сама же программа поддержки местных инициатив работает уже три года. А о том, что она действительно работает, как минимум свидетельствует карта на сайте программы. Значками на ней отмечены уже реализованные проекты.